МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Видите, как её трясёт? Она должна вращаться ровно, 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 чтобы не было вообще никакого качения, влияния, ничего. То есть я её словила, да, и успокаивала. Я поняла, что это самый глубокий материал, самый интересный, самый сложный. То есть я учусь, 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 всё время эксперимент, эксперимент, эксперимент. И когда это всё закончится, обучение, наверное, никогда. Я смотрела много опытных керамистов, которые говорят, даже после 30 лет работы именно с керамикой открываешь печку и не знаешь, что там есть. То есть это какое-то волшебство, это тайна. То есть ты делаешь вещь, ты её ставишь в печку, выходит совершенно другое изделие, часто очень непредсказуемое. Иногда бывает лучше, чем ты предполагал, иногда бывает хуже, чем предполагал, иногда просто другие совсем эффекты. То есть с глиной очень интересно. Познавать это искусство она начала несколько лет назад. По образованию Светлана – инженер-строитель автомобильных дорог и аэродромов. По специальности почти не работала. Трудилась в издательском доме, в подчинении 50 человек. Но однажды она проснулась с чувством, что хочет научиться работать на гончарном круге. Я думала, это блажь. И три месяца с этим чувством я боролась. Боролась, 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 боролась. Не спасло. Я папе позвонила, своего мужа, папа, ты мне сделай гончарный круг. А он мне говорит, ты же с ума сошла? Я говорю, да, сошла. Если ты не сделаешь, я умру. И он сделал. Это было что-то. В общем, самое печальное в этой всей истории, ну, наверное, это не печально, это даже хорошо. То есть, когда я стала этим вопросом интересоваться, естественно, интернет, да, нам в помощь. Кажется, что в интернете есть все. Самая, наверное, не раскрученная тема в интернете, это именно вот глина, керамика, лепка и все такое. Я работала, с работы я делась за гончарный круг. Он у меня стоял посреди коридора в квартире. У меня вся квартира была в глине. Все родственники ходили вдоль стеночки и делали вид, что ничего не происходит. Что наша мама сошла с ума, никто не говорил. Она уволилась с работы и пошла учиться. Сегодня в центре занятости она проводит мастер-классы. Еще недавно сама была клиентом этого учреждения. Я год просидела дома. Ну, как просидела? То есть, я в это время училась в институте, плюс стояла вот на бирже труда, потому что я понимала, что это не ограничиться, ну, рамками квартиры, это невозможно. Это просто такое ремесло, которое, ну, в квартиру благоустроено заносить. Это ужас, вот. И вот так вот пришлось выживать каким-то образом. Ну, ничего, все сложилось, все получилось. По программе «Самозанятость» Светлана получила средства для открытия своего дела. Арендовала это помещение, сделала ремонт, приобрела начальное оборудование. И теперь осваивает новую профессию индивидуальный предприниматель, мастер-гончар. Я открыла свою мастерскую с помощью центра занятости по программе «Самозанятость». Это небольшие деньги, но они все-таки помогли стартануть. Вот, куплено было оборудование, теперь оно мне помогает, слава богу. Вот второй год работает бесперебойно. С лопатой и ведром на поиски глины такие вылазки она делает регулярно. Как мы глину добываем? Берем ведра, лопатку, едем, копаем и привозим сюда, собственно говоря. Самое главное слово, когда я занялась кончарным делом, это очень близко к земле, к природе. Покупные глины, к сожалению, не напичканы разными химическими добавками, и они уже не природные. То есть мою можно хоть есть, хоть к кранам прикладывать. То есть я считаю, что, допустим, посуда из нее действительно обладает антисептическими свойствами. Вот у меня кувшинчик глиняный, я в него наливаю молоко, и оно действительно не портится там очень долго. Ну, порядка двух недель в холодильнике стоит, и даже запаха кислого молока на стенках нет, если его не помыть. Больше всего в Тюменской области красной глины, а найти хочется белую. Я взяла лопату, взяла мужа, поехала копать местные окрестности. Я замучила всех стариков в деревнях, где что есть. Всю Тюменскую область лопаткой я перекопать не могу. Тюменский материал капризный. Зреет глина несколько лет на улице, пока попадет в мастерскую. Вот она у нас такими комочками лежит, размачивается. То есть мы ее прямо разминаешь, разминаешь, чтобы получился шликер. Шликер – это когда вот вода полностью наполненная глиной, она такая густая становится. Потом одеваем колготки на бочку. Она вот у нас с корнями, со всеми, то, что смогли мы достать вот сейчас. Видите, мусор весь. Потом ее процеживаем через колготки, и получается вот такая вот штуковина. Вот здесь уже стоит глина процеженная. Вот она процедилась, и она уже отстаивается немножко. Стоит там на ней сверху вода. Для того, чтобы потом ее осушать, вот губочкой берем вот так вот, скрываем водичку. Счерпываем. Можно. Так вот отодвинуть. Вот и там остается слой глины. Вот так несколько дней снимаем влагу с нее. Счерпаем, счерпаем. Вот это светлое, а там черное стоит, размачивается в том ведре. Ее изделие на всех стадиях, ручная работа, и в каждом изделии украшение стихии. Непокорный материал то треснет, то примет не ту форму. Смонет, начали. Ура! Собираем. А вот на открытии съемок фильма «Табол» бьют тарелочку из тюменской мастерской. Посуда бьется на счастье, но если бы знали киношники, сколько пришлось потрудиться над этим заказом гончару. Да, посчастливилось сделать керамику для фильма «Табол». Но это было прям мало того, что испытание, это был колоссальный опыт. То есть физически было очень сложно в такие короткие сроки сделать такой объем. То есть порядка 200 единиц крупногабаритной керамической посуды. Вот видно, да, вот этот вот малыш, я его еле как поднимаю, вот так обнявший. А их надо было сделать, вот 20 вот только таких малышей, там 20 другой формы. То есть мы делали именно старинную русскую посуду. Братины, кто уже сейчас такого слова никто не знает, да, крупники, рыльники. Вот рыльник здесь стоит, а Братино – это вот такой вот сосуд с двумя ручками. Там стоит сломанный экземпляр, специально как вот память о том, как сложно было сделать эту керамику, потому что в один прекрасный день, когда уже было достаточно много готовых изделий, но к сушке сушились они. И мы утром пришли, а вот такая вот ерунда. То есть практически все треснуло, и пришлось там переделывать заново и так далее. Просто глина была не готова в таком количестве. Вся керамика, да, гипертрофирована, большая, сделана специально для того, чтобы она в кадре смотрелась маленькой. Если стандартные крынки были примерно на литр, на полтора, то вот это вот порядка трех литров. То есть крынка должна хорошо умещаться в руке. То есть я вот ее еле как держу, у меня пальцы не сходятся. А вообще нормальная крыночка должна быть значительно меньше. Но раз в кадре все выглядит мельче, поэтому заказ был вот именно на крупные вещи. Вот и рыльники были большие, это остался экземпляр как бы маленький. Корчаги большие, братины, вот это тоже не самое большое. То есть мы их делали разного немножко размера, то есть они не были один в один, как на заводе. Должно было быть видно, что делано руками, гончарных кругов в то время не было, идеально ровная посуда была не нужна. Приятно находить там какие-то картинки, кадры с фильма. Вот сейчас уже выкладывают в интернете, и там где-то на горшке стоят. Вот это я делала. Очень приятно. Ну, пустячок вроде как для себя самой, но как-то повышается сама оценка, наверное. Это помогает, стимулирует развиваться дальше. Открываем, начинаем доставать, смотреть, что у нас тут получилось. Вот горшочки, вот кружочки. Ну, это утильный обжиг. То есть это еще не совсем готовые изделия, они потом будут еще заглазурованы. Еще как-то. Любопытным соседством быстро заинтересовались дети. Ну, вот у меня окна, да, в цоколе, и ребятня постоянно в эти окошки сядет вот так на корточки и смотрит, что мы здесь делаем. Естественно, родители заходят и спрашивают, что вы здесь делаете. И вот возникла такая, как бы, наверное, необходимость больше, чем желание, чтобы дети могли хотя бы немножко научиться лепить. Я взяла немножко совсем детей, но тем не менее они приходят и вдохновенно лепят. И так появился этот кружок. Помним, что мы с вами начали делать, да? Да. Это чье? Мое. Держи. 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 Она хорошо помнит, как сама искала, у кого поучиться и теперь с радостью делится своими знаниями с малышами. Вообще у нас нету школы керамики. Никакой, нигде. То есть у нас, допустим, там детские центры. Ну, общее такое представление только о глине. Ну, высушили, вот, положили там в коробочку, посушили и в сухом виде покрасили гуашью. И считается, что это керамика. Надо сразу объяснять детям, что керамика – это другое немножко. Что это сложно, что это трудно. Что глина может капризничать, я не знаю. Что она, вот, детектор лужи, я всегда говорю. Глина – это детектор лужи. У меня так детки смотрят. Почему? Ну, потому что вот если ты чуть-чуть поленился приклеить, вот это даже ко мне, в принципе, относится. Ну, где-то не доглядел, да? Обязательно либо в сушке, либо в обжиге отвалится. То есть здесь надо всю технологию соблюдать. То есть это очень дисциплинирует, это очень такая ответственная работа. Печально, когда ты делал – делал, в результате ничего. То есть они это сразу начинают понимать, и они к этому делу относятся очень ответственно. О том, что в чуть-чуть за 40 она начала все с нуля, Светлана ни разу не пожалела. Я понимаю, что вот это мое. Я вот в этом живу, прям вот, не знаю, прям живу. Раньше я ходила на работу, потому что нужно туда ходить. А теперь я сюда бегу, и я вообще не думаю, что у меня там дом есть, и там еще что-то нужно дома делать. Это вообще совсем другое. Правильно говорят, что если никогда не хочешь работать, занимайся тем, что и будешь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова